Всем привет, с вами Ваня, и вы смотрите продолжение хорошего гайда по Modern Power 2 для Майнкрафта. И в этом продолжении у нас речь пойдет о машинах первого уровня и трубах. Давайте сразу с места в карьер возьмем себе олова и немножко меди. И используем печь для выпавки сплавов. Вот эта вот печка, она чуть посложнее, чем та, которая работает на угле. Она работает на электричестве. У нас есть вот такой рецепт, три кусочка меди и олова, который дает нам 4 брас ингот, это латунный слиток. Давайте посмотрим, что с этими латунными слитками можно делать в самом простом случае. В самом простом случае из латунных слитков можно делать трубы. Вот такой рецепт по краям латуни, посередине стекло дают нам пневматические трубы, по 8 штучек за один рецепт. Давайте возьмем побольше себе таких труб. А, у меня их даже с собой есть. И посмотрим, как они выглядят на земле. На земле они выглядят каким-то таким образом. Вот так они изгибаются. Опять же, они работают с кауверами. То есть, их можно пропускать в свою стену так, чтобы было не видно вот эти дырявые кауверы. Их очень хорошо маскируют в стене. И труба хорошо выходит из стены. Давайте посмотрим, что с такой трубой можно сделать. Такую трубу можно подсоединить к, например, сундуку. И такая труба будет подсоединена к сундуку. А с другой стороны можно поставить какое-нибудь устройство. Давайте такое устройство, самое простое, сделаем. Самое простое устройство в RedPower, которое мы можем прямо сейчас сделать, называется Transposer. Делается оно из пистона, кабалстона, дерева и кусочка редстончика. Сделаем себе парочку. Но у меня тут некоторое количество есть, поэтому нам хватит для демонстрации. Этот Transposer можно установить на трубу. Давайте я пока трубу удалю, для того, чтобы можно было ее рассмотреть. У него есть вход. Вот эта большая дырка. У него есть выход. Маленькая дырка. Давайте посмотрим, как Transposer работает. Если ему во вход кидать предметы, то он их выкидывает с выхода. Или если у него на выходе труба, он их отправляет в трубу. И они идут по трубе вот таким образом. В данный момент они идут вот в этот сундук. Если на выходе у Transposer сундук, то все предметы, которые попадают ему на вход, попадают вот в этот сундук. По-моему, замечательно. Ну, давайте пока оставим тут трубу, для того, чтобы видеть, как предметы выходят у него сзади. Также, если предметы лежат у него перед лицом, то есть на самом деле, давайте даже сделаем посложнее, он работает с областью 3х3 перед его входом. То есть, если предметы лежат вот в этой траншее, и Transposer получает Redstone сигнал, он все эти предметы собирает и отправляет себе на выход. Например, вот в этот сундук. То есть, таким образом, вы можете из Transposer сделать, из Transposer и, конечно же, таймера, чтобы он постоянно получал Redstone сигнал. Вы можете сделать систему собирания валяющихся на земле предметов. То есть, вот все, что здесь лежит, будет собираться и отправляться дальше по трубе. Ну, и также, как он работает с лежащими на земле предметами. Если у него перед ним стоит сундук, то он эти предметы будет забирать из сундука по одному на каждый Redstone тик. И куда-то отправлять. Давайте сделаем таймер пошустрее. И увидим, что вот сейчас он забирает медь. Ну, давайте рассмотрим, как работает такая труба. Если у нас эта труба идет куда-то дальше, и на трубе у нас больше, чем один сундук. Давайте у нас будет тут еще пара. Предметы, которые идут по трубе, идут в первый же ближайший неполный сундук. То есть, куда они могут попасть. Ну, здесь у нас есть достаточно места. Ну, давайте сделаем следующую вещь. Заполним весь сундук медью. Чтобы в этот сундук могла попадать только медь и никаких других предметов. И вот в этот сундук, из которого транспозер забирает предметы, положим, я не знаю, олова. И вот у нас пошла олова. Дайте одну штучку здесь оставим. Олова идет вот в этот пустой слот. Если этот пустой слот вдруг стал занят, и олова в него не может помещаться, оно идет дальше по трубе. То есть, это был ближайший пустой, ну, ближайший сундук, в котором есть место. Он перестал быть ближайшим сундуком, в котором есть место. Олова пошла дальше. По-моему, достаточно понятно, как эта штука работает. Эти трубы никогда не теряют предметы, которые в них лежат. Если предмет в трубу попал, то предмет всегда будет внутри этой самой трубы находиться, до тех пор, пока он не попадет в какой-нибудь инвентарь. Или же, например, если на трубе стоит транспозер, опять же, да, транспозер, вот таким образом. То есть, он, ага, я его поставил неправильно, и заодно мы можем посмотреть, что эти RedPower'овские машины при помощи отвертки, так же, как и вот эти вот логические элементы, можно крутить. И вот я его покрутил таким образом, чтобы у него труба приходила во вход, а на выходе, давайте, действительно, на выходе поставим у него сундук. Мы кидаем сюда медь, медь пошла по линии и идет внутрь этого транспозера. И попадает в этот сундук. Если мы этот сундук разбиваем, так как у нас тут на конце трубы стоит транспозер, все, что он может сделать с предметами, это он их принимает и выплевывает наружу. То есть, таким образом вы можете сжигать то, что вам не нужно, ну или еще что-нибудь делать. Например, если вы хотите соединить сеть RedPower'овских труб с сетью BuildCraft'овских труб, то вы просто ставите здесь Obsidian'у и BuildCraft'овскую трубу, и дальше куда-то ведете и ставите тут, например, сундук, для того, чтобы BuildCraft'овская труба могла куда-то эти предметы класть. Соответственно, Obsidian'овая труба принимает на входе то, что в нее закидывает транспозер, и дальше отправляет уже по BuildCraft'овской системе. Но сейчас нас это не интересует. Мы рассмотрели транспозер, то есть он работает, у него есть вход и выход. На каждый редстонный тик он пытается забрать предметы, которые лежат у него перед ним, или из сундука, или на полу, и отправить их дальше. Если они в него входят прямо в него, то он их прокидывает дальше. Ну давайте посмотрим на какое-нибудь еще более интересное устройство. Но для этого, как всегда, в RedPower'е нам придется заняться некоторой подготовительной работой. То есть рецепт не такой уж и простой, что у меня есть. Есть ли оно у меня? У меня есть песок, уголь и редстон. А также у меня есть специальная печка для выплавки сплавов, которая плавит быстро и хорошо. Из 8 кусков угля и 8 кусков песка мы можем получить вот такой силиконовый кристалл. Давайте уголь и песок доплавим. Посмотрим, что можно сделать с этим силиконовым кристаллом. Сам по себе силиконовый кристалл является всего лишь реагентом для следующего рецепта. Если я найду у себя пилы, а я их не нашел, ну давайте возьму себе пару пил. Например, одну омлазную и одну рубиновую. И смотрим. Рубиновый пилой силиконовый кристалл не пилится, он пилится исключительно алмазными пилами. И он пилится на 16 вот таких силикон-вейфер. Это кремниевая подложка, кремниевая вафля. Это еще один реагент для того, чтобы делать страшные сложные рецепты из Red Power. Что можно сделать с силиконовой вафлей? Ну, а в нашем случае с силиконовой вафлей, ее можно соединить с четырьмя кусочками Red Stone и получить, правильно, красную силиконовую вафлю. Red Dopped это силиконовая вафля с красной примесью. Вот у меня их тут немножко есть. И давайте используем их для того, чтобы сделать более сложную машину. Все машины, о которых я сейчас рассказываю, они относятся к первому и второму уровню сложности. Есть еще третий, но он требует электричества. И я рассмотрю их в следующих сериях. Так вот. Если мы возьмем пистончик, нашу вафлю вместо Red Stone, как было в транспозере, ну, конечно же, обложим все к Balston. А вместо дерева поставим золото, мы получим фильтр. Фильтров у меня немножко с собой было. Давайте его рассмотрим на земле. Выглядит почти так же, как транспозер. У него есть вход-выход. Но у него уже есть интерфейс. Давайте посмотрим, какой интерфейс. У него есть какой-то инвентарь. И кнопка. Давайте используем фильтр вместо вот этого транспозера. Мы устанавливаем фильтр. Просто фильтр. И начинаем кидать внутрь у него предметы. И как и транспозер, он эти предметы на вход получает. Если предметы лежат у него перед ним, если предметы лежат перед ним, и он получает Red Stone пульс, он эти предметы точно так же, как транспозер, забирает. Но, если предметы лежат у него в сундуке перед ним, много разных... Так, стоп. Это его инвентарь. Много разных предметов. И он начинает получать Red Stone пульс. Он забирает предметы не по одному, а целыми стеками. И вот они пошли целыми стеками по билдкрафтовской трубе вот в этот вот сундук. Ну, потому что у меня так... так выглядит система. Замечательно. То есть фильтр забирает целиком стеки предметов. Ну, давайте я возьму одну... вот эту штуку. каувер каменный. И положу ему его в инвентарь. И заберу предметы, которые он уже успел отправить по трубе. И положу обратно на вход в сундук. А вот этих кауверов положим четыре стека. Начинаем посылать Red Stone сигнал. Мы помним, что у него в инвентаре лежит Stone каувер. И вы видите, что фильтр... Потому фильтр называется, что он забирает только те предметы, которые ему сказано здесь забирать. При этом он их начал забирать по одной штучке. Почему? Потому что в его инвентаре лежит стек с одним каувером. Если мы туда положим еще кауверов в этот же стек, например, по девять, он начнет забирать их по девять штук. на каждый Red Stone тик. Вот он их почти все забрал. А вот этот стек он забрать не может по одной простой причине, потому что здесь меньше, чем девять. Ну, вот так вот он работает в самом простом режиме. Давайте уберем нашу гигграфтовскую трубу. Она сейчас будет нам мешать. И поставим здесь какую-нибудь более сложную систему из транспозера, наверное. Фильтру берем. Здесь мы устанавливаем к этому сундуку транспозер. Нет, это фильтр. Транспозер у нас уже успели... А куда успели уехать? А, они все в сундуке. Мы устанавливаем транспозер для того, чтобы выдирать предметы по одному. Трубу для того, чтобы это все дело совместить. Здесь нам не нужен транспозер. Здесь я, например, поставлю фильтр. Таким-нибудь вот таким образом. Вот это у нас будут дальние сундуки. А вот здесь вот близко к ним будет ставить фильтр. И еще один сундук, куда, собственно, фильтр. Складывает то, что в него пришло. Точно так же, как и транспозер, он по трубе получает на вход какие-то элементы. Если они ему нравятся, он их забирает. Если они ему не нравятся, он их не забирает. Вот у нас сундук. И, например, скажем, что фильтр принимает сундуки. И давайте отправим по системе меди и вслед за ней сундуки. Значит, пошла медь. Вот у нас медь идет. Фильтр не хочет медь, потому что в нем лежит сундук. Он принимает только сундуки. Поэтому медь идет в дальние ящики. Если медь кончилась, и у нас по трубе пошли сундуки, фильтр говорит, что сундуки-то он как раз хочет и будет их принимать. Ну и, соответственно, так как тут 9 ячеек, можно сказать, что он будет принимать еще и медь вместе с сундуками. И опять положить медь обратно. Эту медь фильтр теперь уже примет. Соответственно, все остальные предметы, которые у нас есть, фильтр принимать не будет, потому что они ему не нужны. Можно поставить пару фильтров. Вот, кстати, интересный момент. Я удалил все инвентарь, куда можно было отправить камень. Это довольно важная часть работы Red Power'ных труб. Этот камень, который вышел в трубу и обнаружил, что ему деваться некуда, вернулся обратно в транспойзер и зажал его. То есть транспойзер выключен. И он будет выключен до тех пор, пока у него не будет места, куда можно отправлять предметы, которые в данный момент в нем находятся. Давайте возьмем еще один фильтр. Пока пустой. И поставим его сюда, чтобы предметы могли через пустой фильтр отправляться вот в эти сундуки. Вот они сразу вылезли все. Как я уже говорил, редстонные трубы не теряют никогда предметы. Они просто перестают работать, перестают принимать предметы, если их некуда посылать. И вот у нас и кирпичи. И что у нас тут еще? Медь у нас была. Медь у нас сейчас пойдет вот в этот вот фильтр. начали двигаться по трубе. Давайте внимательно посмотрим на вот эту кнопочку. Сделаем ее белой. Обнаружим, что теперь... Почему он медь не принимает? А! Не принимает он медь? Принимает он медь, потому что эти два фильтра находятся на одинаковом расстоянии друг от друга. И медь случайным образом раскидывается в два... в оба из них, потому что нельзя определить, какой из них находится ближе к источнику предметов. И вот мы видим, что эта медь идет по трубе уже покрашенная в белый цвет. Но точно так же можно сделать ее желтого цвета. Это всего лишь метки цветовые. То есть на самом деле ничего плохого с предметами не происходит. Они просто идут по трубе, помеченные желтой меткой. Ну давайте посмотрим, что можно сделать с этой желтой меткой. Для этого нам, опять же, нужны семена льна. В данном случае нам действительно нужны именно семена льна, а не лен сам. То есть не нитки. И нам нужно будет олово и железо. И опять же нам нужна печка для выплавки сплавов. У нас тут поплавился... То есть редстоун добавился к силиконовым вафлям. Некоторое количество у нас сделалось. Ну давайте плавить рецепт следующий. Два куска железа и один кусок олова. Дают нам тинк плейт. Это оловянные пластинки. Давайте смотреть, что можно делать из оловянных пластинок. Это опять же предмет только для того, чтобы из него делать следующие вещи. В AirPower довольно много таких вот штук, из которых можно только делать что-нибудь. То есть их нельзя использовать сами по себе. Из оловянных пластинок можно делать ведра. Ведро называется Paint Can. Это ведро для краски. А из ведра для краски и двух флекс-сидов и какой-нибудь краски. Ну давайте, я уже начал использовать белую и давайте сделаем черную. Мы сделали себе два ведра краски. Одно белое, другое черное. Белая краска, черная краска. Но это пока еще не все. Нам потребуются палочки и где-то у меня была шерсть. Шерсть можно использовать любого цвета. Палочка и шерсть. Шерсть на палочке это, конечно же, кисточка. И вот уже кисточку можно окунуть в краску и получить здесь белую кисточку. А если окунуть в черную краску, то можно получить черную кисточку. Ну да, а кто вам обещал совсем легкую жизнь? RedPower облегчает жизнь, но только тем, кто делает вещи правильно. Тем, кто умеет делать сложные вещи. Ну что же, давайте посмотрим, что можно делать с этими самыми кисточками. Давайте оставим, удалим вот этот фильтр и сделаем тут какую-нибудь более разветвленную сложную систему. Пустим трубу дальше. Вот видите, кстати, все, вот этот фильтр тоже зажался предметами, которым некуда идти, сказал, что он больше не принимает ничего. Эти предметы тоже сказали, что там на конце ничего нет, нам некуда идти, и зажали вот этот филлер, вот этот транспозер. Ну то есть в данный момент предметы по трубе не идут. Делаем трубу подлиннее, для того, чтобы у нас срабатывало правило, что предметы идут в самый близкий сундук, и поставим на конце сундук для всего остального. а здесь мы поставим две трубы, два ответвления, и покрасим эту трубу, вот эту трубу белой краской, целиком покрасим, а вот эту трубу покрасим черной краской. Ну и конечно же, чтобы понять, что происходит, поставим им на конец по сундуку. Не нравится мне как бы вставать сундук, это конечно будет работать, но я хочу вот так. И вы видите, что желтые предметы не идут в белую и черную трубу. Если, например, сейчас выключить раскраску, то не крашенные предметы, им все равно они пойдут в любую первую попавшуюся трубу, в данный момент это белая труба. Если мы скажем, что красить предметы в черный цвет, вот черные предметы уже пойдут только в черную трубу, или же если здесь нет инвентаря, в который можно идти, они пойдут в следующий как доступный. То есть если предмет покрашен какой-то краской, он может идти только по обыкновенной трубе или по трубе его собственного цвета. Если предмет не покрашен, он может идти по любой трубе. Вот так можно сделать сортировку. Например, если взять фильтр, поставить его здесь рядышком, запитать от той же самой трубы предметами. То есть предметы сейчас все идут в этот фильтр, потому что он принимает все. Ну и тут соединить это все вместе, сказать, что этот фильтр красит в черное, этот фильтр красит в белое, и сказать, что вот этот фильтр внезапно стал принимать только медь. Конечно же, забрать все, что мы покидали в эти сундуки все предметы, которые не меди, метятся белым цветом и идут в белый сундук. Как только у нас в системе появляется медь, так как она попадает, может идти в более ближний фильтр, она идет в ближний фильтр, метится черным цветом, и в черном сундуке у нас теперь только медь. Давайте сделаем еще более сложную конструкцию. Замкнем вот эту трубу и увидим очень неприятную штуку. Ну, и здесь мы будем принимать только дерево. Все предметы пошли вот в этот вот фильтр, потому что он является инвентарем, и он в данный момент является ближайшим инвентарем, и они портят здесь рецепт, тут все плохо, отвратительно, но у нас есть решение. Эти трубы можно прерывать, не давать им соединяться при помощи кауэрами. Ну, то есть, смотрите, да, трубы, и предметы сразу же поняли, что труба разорвана. Что мы можем сделать? Мы можем сбоку вот этого фильтра поставить кауэр, ладно, придется шифтом ставить, и теперь здесь нет соединения трубы, то есть, если вы не хотите, чтобы труба где-то соединялась, ну, вот, например, здесь мы сделаем более сложную структуру, и не дадим соединяться и вот здесь. Но у нас все равно проблема, у нас теперь предметы ходят по кругу, потому что ближайший инвентарь, который принимает предметы, это вот этот вот фильтр. Но нам это на самом деле не нравится, потому что действительно предметы ходят по кругу, это не клево, это не то, чего мы хотели, поэтому для всех остальных предметов, которые идут по трубе, то есть, вот это вот решение замкнуть было неправильным. Мы поставим тут транспозер. Транспозер тут не встанет, потому что ковер мешается в этом блоке, а ставить коверы в блоке с машинами уже нельзя. Так вот, транспозер принимает все остальные предметы. Здесь мы принимаем медь, здесь мы принимаем дерево, здесь мы принимаем все остальные предметы, у транспозера нет никакого интерфейса, и поэтому мы не можем транспозером что-либо покрасить. То есть, все предметы Теперь пошли в белый сундук Но это не то, что мы хотим Поэтому мы ставим здесь не транспозер, а фильтр С пустым рецептом И говорим, что все они будут оранжевые И давайте опять возьмем все, что у нас есть И посмотрим, как работает такая система сортировки Вот предметы, оранжевые предметы пошли в сундук Который не раскрашен ничем Он дальше всех сундуков Но при этом это единственное место, куда могут идти оранжевые предметы Они не могут идти в белый и черный Мы кинем сюда медь, дерево и все остальное Вот у нас пошла медь Она идет в ближайший фильтр Потому что он принимает медь Он ее красит в черный цвет И отправляет в сундук То есть по одной трубе у вас может идти Несколько разных видов предметов Убираем медь Начинает идти дерево По этой же самой трубе По вот этой же самой трубе у нас должно идти белое дерево И оно уже идет в белый сундук То есть таким образом вы по одной трубе можете посылать на далекие расстояния Разные типы предметов Уже предварительно отсортированных где-то на входе в систему И у вас нет никаких проблем с тем, чтобы их сортировать дальше Вам нужно только раскрасить трубы Ну или же, конечно же, можно вместо вот этих раскрашенных труб Сейчас все предметы пойдут в самый дальний сундук Вместо раскрашенных труб поставить фильтры А, неправильно поставил Но это хорошо, что я неправильно поставил Я не хочу, чтобы сейчас предметы шли через этот фильтр Этот фильтр принимает дерево Этот фильтр принимает медь Здесь нам нужно соединить фильтры с их сундуками Развернуть их И вот теперь, если мы возьмем всю медь, которая у нас тут прошла и дерево И опять отправим медь и дерево через нашу систему Вот медь пошла Она как-то красится Но так как это не важно А есть более близкий сундук, который принимает медь Из-за того, что у него перед ним стоит фильтр В котором сказано, что он принимает только медь Вся медь пошла в этот сундук Сейчас пойдет дерево Которое тоже покрасится Но это нам не важно Потому что у нас нет больше раскрашенных участков трубы И все дерево попадает в фильтр, который принимает только дерево Это еще одна такая система сортировки Давайте посмотрим на наши машины Что еще можно сделать Интересного Из машин первого и второго уровня И, кстати, как вы поняли Транспозер это машина первого уровня Он использует просто пистоны и редстон А фильтр это уже машина второго уровня сложности Потому что тут уже нужны реддопт вейфер Сразу забегая вперед Скажу, что машины третьего уровня Начинают еще и потреблять электричество Например, как вот эта печка У меня тут поплавились кирпичи из глины И вот эта вот печка для выплавки сплавов И вот эта вот печка для выплавки сплавов И вот эта вот печка для выплавки сплавов И вот эта вот печка для выплавки сплавов